МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир НТМ продолжает народные новости в студии Марина Василевская. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Два дома культуры и детский сад для жителей глубинки. Артем Сдунов побывал с рабочей поездкой в Зубово-Полянском районе. Мировое золото ученик лицея для одаренных детей, победитель Менделеевской олимпиады. Комфортная городская среда. Благоустройство Маватяшева продолжается. Книга «Путь к звездам» в Пушкинке прошла тематическая библионачь. 27 апреля временно исполняющий обязанности главы Мордовии в Москве провел ряд рабочих встреч. С помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. От всех жителей Мордовии временно исполняющий обязанности главы республики выразил глубокую признательность военно-историческому обществу в лице Владимира Мединского за памятник легендарному летчику Михаилу Девятаеву. Он появился на малой родине героя и олицетворяет добро и историческую справедливость, подчеркнула Артем Сдунов. Напомним, открытие памятника героическому летчику-истребителю состоялось 26 апреля в поселке Торбеево. Далее речь шла и о других проектах, которые временно исполняющий обязанности главы Мордовии просил поддержать Владимира Мединского. Это создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла и строителям Сурского рубежа в Большеберезняковском районе и восстановление усадьбы адмирала Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района. Создание мемориала в память о строителях Сурского рубежа планируется приурочить к 80-летию его строительства, которое было завершено в декабре 1942 года. Его планируют возвести рядом с селом Николаевка Большеберезняковского района, в 50 метрах от автомобильной дороги. Неподалеку находится участок самого рубежа. Сам же монумент планируют поставить на возвышенности. Место удачное, так как видно, мемориал будет издалека. В данный момент все инженерно-топографические работы на участке уже завершены. Тур-маршрут по ушаковским местам входит в число 200 военно-исторических маршрутов России, которые представлены Российским военно-историческим обществом и Ростуризмом. Воссоздание усадьбы также планируют приурочить к памятной дате – 280-летию со дня рождения адмирала, которая будет отмечаться в 2025 году. Поднимались в ходе рабочей встречи вопросы участия Республики в федеральной программе Российского военно-исторического общества, в рамках которой героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы устанавливают памятные доски. Создание на территории Мордовии детских военно-патриотических лагерей «Страна героев» – еще одна тема, которую лидер региона обсудил с Владимиром Мединским. Также в этот день Артем Сдунов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальности Игорем Бариновым. В повестке вопрос о реализации государственной национальной политики в регионе, которая направлена на обеспечение межнационального мира и согласия, а также гармонизацию межэтнических отношений. Участие некоммерческих организаций региона в конкурсе этнокультурных проектов и создание культурно-просветительских центров в районах республики – лейтмотив обсуждений. Итогом встречи стала договоренность о проведении совместных мероприятий в республике. 26 апреля временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов побывал с рабочей поездкой в Зубово-Полянском районе. Он посетил исправительные учреждения и производственные площадки регионального УФСИН, районный центр культуры, площадку строительства нового детского сада в Зубовой поляне и ключевые предприятия района. Юлия Мамаева и Станислав Семин расскажут о визите подробнее. Первый пункт рабочей поездки руководителя региона – учреждение УФСИН Мордовии. Артем Сдунов посетил вторую женскую исправительную колонию в поселке Яваз. Здесь содержится повторно осужденный. Для мам с маленькими детьми создали дом ребенка, чтобы они полноценно занимались воспитанием малышей. В это подразделение временно исполняющий обязанности главы Мордовии пришел не с пустыми руками. Пообщался Артем Сдунов и с мамами. Они отметили всеми условиями довольны. Кстати, в истории учреждения такое впервые. Руководители региона места содержания заключенных ранее не посещали. Особое внимание в ходе рабочего визита лидер республики уделил и производством. К примеру, в этой же женской колонии есть швейные цеха. Здесь щьют спецформу и костюмы особого предназначения. Контракты заключены со многими компаниями страны. В Мордовии в целом представлены, как бы, пошиваются все самые крупные компании Российской Федерации. Семь компаний формируют 80% подъема заказов, а остальные мелкие заказы. Вперед на полгода уже в графике представлены загрузки производственных площадей. Макаронные изделия, пластиковые окна, деревообработка. Артем Сдунов познакомился с производствами пятой исправительной колонии. В одном из цехов собирают корпусную мебель из самых разных видов объема производства 2 миллиона рублей в месяц, и это только 30% от всей мощности. Руководитель республики дал поручение Минпрому обеспечить производство заказами. Следующий объект посещения – музей истории регионального УФСИН. Артем Сдунов с интересом изучил экспозиции, а также оставил пожелания в книге отзывов. Ключевые вопросы работы уголовно-исполнительной системы обсудили на совещании. В частности, шла речь о возможности организации новых производственных площадок. Руководитель республики поручил ответственным лицам проработать этот вопрос. Еще одна важная тема – строительство в Евасе современного дома культуры. По мнению Артема Сдунова, в поселке с населением более 8 тысяч человек он просто необходим. И объект нужно построить в самое ближайшее время. Мы сейчас избавляем программу делаем. Здесь очень много людей задействовано. Поэтому подумайте, может быть, мы туда и плющим. Это, во-первых, вы ее рассматриваете через создание дополнительных пророчных мест. Там же будут работать люди, услуги, в том числе и платные услуги. Все бесплатные, кого-то направлено сюда. И как зал, где концерты проходят, а как полноценное учреждение дополнительного образования в художественных школах. Ну, как вот вы организовываете работу дополнительных районов, здесь почему-то нет. Можно поэтому. В завершении встречи награды из рук временно исполняющего обязанности главы Мордовии, отличившиеся на службе, получили благодарности и почетные грамоты. Рабочая поездка продолжилась в райцентре. В Зубове поляне Артем Сдунов посетил район ИДК. Здесь в скором времени начнется капремонт. На обновление уйдет порядка 114 миллионов рублей. Благодаря одной из действующих госпрограмм, Центр культуры обещает глобально преобразиться. Мы будем менять круглую, делать ее, это первое, мы будем усилить фундамент. И мы будем делать, значит, фундамент. Фундамент требует усиления, потому что мы их изучали. Вообще несущие конструкции, вот мы сделали техническое обследование. Оно с 1968 года. Дальше мы будем менять полностью отделку. Будем делать дальше фасады, мы будем делать из металлических кассет. О проблемах сельчан Артем Сдунов побеседовал с главным редактором районной газеты «Время и жизнь» Людмилой Цепляковой. В обсуждении о развитии села приняла участие уроженка Торбеевского района, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Со своей стороны она выразила готовность посодействовать в решении проблем в рамках работы своей организации. Также в рамках рабочего визита руководитель региона побывал на заводе «Плайтера», где принял участие в запуске новой автоматической линии сушки и сортировки шпона. Это вторая очередь завода по производству фанеры запущена благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Новая линия позволит повысить объемы производства на 40% со 115 до 160 тысяч кубометров продукции в год. Также в планах у предприятия наладить выпуск нового биотоплива. Еще одним предприятием, на котором побывал Артем Сдунов, стал завод «Радиодеталь», где руководитель региона также осмотрел производственные площадки. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости, Зубовополянский район. Артем Сдунов поздравил ученика лицея для одаренных детей с победой на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Она прошла в режиме онлайн с 20 по 26 апреля. О том, как проходила подготовка и какие задания были на олимпиаде, расскажем в следующем сюжете. К Менделеевской олимпиаде по химии Владимир Михайленко готовился несколько лет. Это одно из самых престижных и значимых соревнований. Среди участников лучшие химики из разных стран. Десятиклассник из республиканского лицея блестяще справился с заданиями, с победой. Его поздравил руководитель республики. Уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляю вас, вашего наставника Дмитрия Андреевича Хлевина, всех педагогов республиканского лицея для одаренных детей, с золотой наградой 55-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. По итогам состязаний, состоящих из двух туров, вы продемонстрировали высокую эрудицию, знания, навыки решения сложнейших задач, выдержку и настоящий талант. Тем самым, вновь подтвердили репутацию республиканского лицея, как одного из лучших учебных заведений России. Уверен, что впереди вас ждет еще много побед и достижений, успехов в учебе и жизни. Не успела закончиться одна Международная олимпиада по химии, а десятиклассник Владимир Михайленко уже готовится к другой. Отбор на нее пройдет в июне. К этой науке школьник тянулся давно благодаря родителям, а затем интерес к предмету подогрел учитель химии. Меня с самого детства увлекли родители химии, меня всегда привлекали красочные вот эти опыты. И в принципе, мне казалось очень интересным, что из одних веществ можно получать другие. Эти вещества как-то используются в нашей жизни, причем повсеместно. И лекарства, и бытовая химия, и красители, и все что угодно. Сначала Владимир стал абсолютным победителем в своей параллели на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии. Затем подтвердил свои знания на международном уровне. На Менделеевской олимпиаде его соперниками стали 144 участника из 28 стран. Австрии, Грузии, Армении, Китая, Турции и других. В состав национальной сборной России вошли 10 школьников. Под прицелами камер в режиме онлайн юные химики преодолели два теоретических тура. В личный зачет шли 13 задач, охватывающих основные разделы химии. Органическую, которая далась Владимиру легче всего, неорганическую, аналитическую и физическую. В этом году были затронуты в задачах множество разных интересных тем, даже таких вот необычных, как, например, химия полимеров, которые встречаются довольно редко. И актуальная в связи с последней ситуацией температура. Была задачка про градусники, про определение энтропии ртути. Также была задача, связанная с лекарством от коронавируса потенциальным, где нам предлагалось его синтезировать. Коронавирус не только скорректировал задания, но и повлиял на сам формат Олимпиады. Если бы не ограничения, школьники встретились бы в Будапеште. А к теоретическим турам добавился практически. Международная Менделеевская Олимпиада школьников по химии – одна из самых престижных и сложных. В этом году она прошла в юбилейный 55-й раз. По уровню заданий считается одной из самых сложных международных олимпиад по химии. Наша сборная традиционно участвует в этой Олимпиаде. Все дети проходят очень тщательный отбор только по результатам Всероссийской Олимпиады. То есть лучшие из лучших по стране отбираются на международные соревнования. В копилке российской команды семь золотых медалей из 15, а также две серебряные и одна бронзовая. Владимир Михайленко скромно отметил, что от себя ожидал среднего результата. Но в итоге школьник завоевал медаль высшей пробы и вошел в десятку сильнейших химиков мира. Это третья победа лицеистов на Международной Менделеевской Олимпиаде школьников по химии. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. 24 апреля на базе Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов прошла пресс-конференция, посвященная проведению акции «Бессмертный полк онлайн» 9 мая в Республике. По традиционному формату успели соскучиться, но и в режиме онлайн в 2020 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 35 тысяч жителей Мордовии. В этом году заявки тоже принимаются. Желающих много, так что работы хватает всем модераторам. Наши ребята уже работают, уже заявки принимают. Все это быстро отсматривается, быстро идентифицируется и уже отсылается для размещения. Это вот одна особенность. Сейчас в этом году работают человек, наверное, около 70 у нас в Мордовии вот таких ребят. Штаб общественного движения «Бессмертный полк России» рассмотрел заключение Роспотребнадзора и постановил. 9 мая 2021 года очного шествия не будет. На сегодняшний момент центральным штабом принято решение о том, что в Республике Мордовия, как и по всей России, 9 мая шествие «Бессмертного полка» будет снова проходить в режиме онлайн. Для этого необходимо тем, кто не зарегистрировался еще, выйти на сайт «Бессмертный полк России» и подать заявку на участие. У формата онлайн также будут отличия от 2020 года. На этот раз «Бессмертный полк» разделят по регионам. Поэтому у каждого будет возможность увидеть именно своих героев, а также подключиться к другим субъектам. В случае, если эпидемиологическая обстановка позволит, шествие пройдет традиционно, с портретами ветеранов в руках. Но несколько позднее, чем обычно. Валерия Новикова, Владимир Надькин. Народные новости. Продолжается регистрация участников предварительного голосования от партии «Единая Россия». 27 апреля зарегистрировались Виталий Кузнецов и Виктория Богдашкина. Виталий Кузнецов – металлург в третьем поколении. Родился в Саранске в простой рабочей семье. 17 лет отработал на предприятии «ВКМ Сталь» с толеваром электродуговой печи. Коллеги поддерживают его инициативу участия в «Праймерес». Главная цель – улучшение уровня жизни жителей. Главное – это улучшение, я считаю, жизни таких же людей, рабочих людей, трудового народа, повышение заработной платы. Виктория Богдашкина – молодой преподаватель истории и общества знания. Пять лет занимается с ребятами в Розаевской школе номер 8. С ее помощью школьники знакомятся с историей своей страны, учатся ее любить и пробуют силы в научной работе. Причина участия в «Праймерес» – активная жизненная позиция Виктории. Она намерена применить свой опыт во благо республики и страны. Основная моя идея – это, конечно, защита интересов молодых педагогов. У нас с большой популярностью пользуется педагогический университет. Однако в России существует, равно как и в Мордовии, проблема утечки умов. И вот как раз-таки решить эту проблему, я думаю, в наших силах. Потому что молодежь – это будущее Мордовии, это будущее России. Напомним, что в этом году Мордовию ожидают большие выборы. Будет избран не только глава региона, но и законодательная власть всех уровней. Кандидаты активно готовятся к этому важному событию. И праймерес «Единой России» – важная часть процесса отбора самых достойных. Валерия Новикова, Владимир Надькин. Народные новости. Чистота и прозрачность выборов – их зона ответственности. В Мордовии продолжает работу школа наблюдателей. Члены общественной палаты объясняют претендентам, что будет от них требоваться, и отвечают на вопросы. Очередной тренинг состоялся 27 апреля. С 29 марта во всех районах республики действуют курсы по подготовке наблюдателей. Программа каждого тренинга рассчитана на напряженную работу в течение двух дней. Теоретическая база регламентирована законодательством России. Ее подкрепляют практикой. Эта программа у нас разработана общественной палатой Российской Федерации и независимым общественным мониторингом. Курс предполагает то, что выборы должны пройти на территории Республики Мордовии Российской Федерации законно, открыто и гласно. Потому что наши наблюдатели будут уже знать свои функции, чем они должны заниматься. Они будут знать, чем занимается участковая избирательная комиссия. Поэтому, если какие-то будут нарушения, то они могут их предотвратить. В этом году в Мордовии пройдут масштабные выборы. Жители республики определят, кто будет руководить регионом, кто будет представлять Мордовию в Государственной Думе России. Выберут 48 депутатов Госсобрания, 28 депутатов городского округа Саранск и 2298 депутатов органов местного самоуправления. Мы охватили обучением все избирательные участки на территории Республики Мордовия. Все 774 участка. Поэтому у нас запланировано обучение где-то более полутора тысяч. Но сейчас, на данный момент, мы обучили 1318. То есть мы еще у нас есть до сентября месяца. Есть все желающие, кто будут у нас к нам обращаться. Мы также будем обучать дальше до сентября месяца. Обязанность наблюдателя следить за законностью организации избирательного процесса. Те, кто пришел на обучающие курсы, всю меру ответственности понимают. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. В преддверии Великого праздника, Дня Победы, в 30-й школе Саранска прошла акция «Сад памяти». Деревья призваны увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны, каждого героя. Инициатива в проведении акции принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия». Акция «Сад памяти» способ подать дань уважения воинам и труженикам тыла, а также украсить город деревьями. Не один десяток лет они будут радовать жителей Саранска, напоминая о подвигах героев Великой Отечественной. 27 апреля озеленить решили территорию 30-й школы. К ученикам присоединились сотрудники аппарата региональной общественной приемной, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и депутатский корпус. Эти деревья – своеобразная эстафетная палочка. Между теми поколениями, которые в данный момент уходят из нашей школы, и теми, которые еще в школе остаются, подрастают. И я думаю, что этот сад разрастется в ближайшее время до очень хорошего, красивого сада, который будет радовать жителей микрорайона и, конечно же, наших учеников. А начинается рождение этого сада именно сегодня, сегодня, в этот такой замечательный весенний день. С помощью своего труда выразить благодарность защитникам Родины захотели многие. Уважение к ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, всем, кто погиб у нашего народа в крови. Ведь в каждой семье свято чтут память своих героев, приближавших победу. Мы сегодня здесь все вместе будем сажать сад победы. И Единая Россия принимает участие и посредством саженцев, и посредством трудового участия будем все вместе отдавать дань памяти нашим дедам и прадедам. Кстати, у меня два деда воевали, один из них не вернулся, поэтому для меня это, для моей семьи это личная честь, чтобы принять участие в этом. Поэтому мы сегодня здесь. Для выпускников эта акция особенно значима. Накануне расставания с родной школой они рады сделать ей такой подарок – оставить память о себе. Мы выпускники 30-й школы, и сегодня у нас появилась возможность поучаствовать в данной акции, приуроченной к Великому празднику День Победы. И поскольку я являюсь выпускником кадетской школы, я считаю своим долгом оставить в этой школе какую-то частичку себя. Сырая погода участников акции не остановила. Сад памяти вокруг 30-й школы заложили. Через несколько лет деревья окрепнут, вытянутся и будут напоминать прохожим о подвиге защитников Родины. А всем участникам еще и об этом пасмурном весеннем дне 2021 года. Сергей Кувакин, Станислав Семин, Народные новости. 27 апреля в Саранске разбили не один сад памяти. К акции присоединились студенческие отряды Мордовии, волонтеры Победы и поисковики. Они посадили березовую аллею в детском парке имени Усыскина в Саранске. О том, кому высветили свой труд активисты, расскажут Ольга Данилова и Евгений Фролкин. Погода не радовала теплом, видимо, поэтому в детском парке есть посетители только волонтеры, активисты и бойцы студенческих отрядов. Но и им не до прогулок. 27 апреля добровольцы дали старт акции «Сад памяти». Так они решили увековечить память преподавателей и студентов, которые ковали победу на фронте и в тылу. И в то же время это будущая аллея студенческих отрядов Мордовии. В рамках международной акции «Сад памяти» осуществляется посадка березовой аллеи, посвященной студенческим отрядам Республики Мордовия. В этом году студенческие отряды Республики Мордовия отмечают свой 55-летний юбилей. И в рамках комплекса мероприятий как раз одно из них – это посадка аллеи студенческих отрядов. Акция «Сад памяти» проходит второй год. В 2020-м все желающие сажали деревья на своем участке и делились результатом работы в социальных сетях. В этот раз появилась возможность объединиться и украсить деревьями общественные пространства. Дело у добровольцев спорилось. Лунки выкопали быстро, затем приступили к посадке. Я пообщался с молодежью, с желанием, старанием. Они выслушали рекомендации Министерства лесного хозяйства, как высаживать деревья. И старались посадить, чтобы все-таки это дерево выжило. Многие девочки и мальчики впервые в своей жизни посадили дерево. И я думаю, что у них это останется в памяти. Фронт работы – 50 саженцев, полсотни берез украсит пустующую часть парка. Это только начало. Сегодня мы здесь дали старт. Тоже будем думать о том, где мы еще можем в городе посадить. Конечно же, наши муниципалитеты тоже будут присоединяться к этой акции. 30 апреля у нас присоединится Розаевка, тоже будет сажать деревья. Поэтому вся Мордовия, скажем так, участвует в этой акции. И все муниципалитеты, в том числе и город Саранск, участвуют. Акция «Сад памяти» проходит по всей стране. В ее рамках добровольцы со всей России планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. А бойцы студенческих отрядов в честь 55-летия движения посадят 55 тысяч деревьев. Ольга Данилова, Евгений Фрулкин. Народные новости. Программа формирования комфортной городской среды уже не первый год преображает дворы жилых домов жителей нашей республики. Вот и в Атяшево эта программа активно развивается. При этом дворы территории становятся не только чище и красивее, комфортнее и функциональнее. Какие работы были проведены в прошлом году и что запланировано сделать в этом? Расскажем далее. Это дворы домов номер 2, 3 и 7 во втором микрорайоне Атяшево преобразились всего год назад. Раньше на месте аккуратного тротуара была разбитая дорога, грязь и большие лужи. Нормальных парковочных мест не было, да и скамеек тоже. Но благодаря программе формирования комфортной городской среды дворы жителей благоустроили. На данные цели была выделена сумма в размере 4 миллионов рублей, на которую были отремонтированы дворовые проезды, автомобильные стоянки, тротуары, входные в группы, в дома, а также установлены лавочки и урны. Работа по благоустройству территории проходила в несколько этапов. Одну работу производили подрядчики согласно муниципального контракта, следующую работу проводило муниципальное предприятие. Оно ремонтировало отмостки, ремонтировало входные группы в подъезды, а также было трудовое участие граждан. Жители сами отремонтировали склады индивидуального хранения, сажали деревья, кусты и цветы. Вот такая красивая, яркая, с безопасными качелями и курселями детская площадка. Нарада с детям и их родителям была возведена в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Чтобы она была чистой и невредимой, следят сами жители. А вот это уже подъезд к дому номер 10 во втором микрорайоне. Он был построен не так давно, в 2014 году, но благоустройство в проект не входило. На помощь жителям вновь пришла программа формирования комфортной городской среды. Преображение двора обойдется в 1 миллион 200 тысяч рублей. Из них 1 миллион 35 тысяч – средства из федерального и республиканского бюджетов, остальное – из местного бюджета. Как только установится солнечная и бездождливая погода, подрядчик приступит к работам. Здесь появится асфальтированная дорога, стоянки для автомобилей, тротуары, лавочки и урны. Работа по данной программе будет продолжена и в следующем году. Также мы надеемся, что эта работа по благоустройству дворовых территорий у нас продолжится и в этом году в отношении других дворовых территорий. На сегодняшний день у нас готовы проекты еще на 4 дворовых территории. Пройдена экспертиза данных проектов. И при финансировании мы обязательно сразу же включимся в программу и будем заниматься благоустройством данных дворовых территорий. В планах и дальнейшее участие в программе, ведь благоустройство ждут еще многие дворы. Людям приятно, когда их дом окружает не ямы и грязь, а чистая благоустроенная территория, свежий асфальт и зеленый газон. Валерия Никитина, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Отяшевский район. Книга «Путь к звездам» в Национальной библиотеке имени Пушкина состоялась 10-я по счету всероссийская акция «Библионочь», посвященная юбилею первого полета человека в космос. В путешествие по книжной вселенной отправилось 523 гости. Три, два, один, ноль, пуск! После официальной части «Библионочь» продолжилась концертом бардовской песни «Струны Вселенной». Основные же приключения ожидали гостей на стилизованных площадках. Всего их было 10, каждая оформлена в виде небесного тела Солнечной системы. Свой экскурсионный маршрут гости выстраивали сами, руководствуясь картой и информационным буклетом. Особенно по душе всем пришлась фотозона, также тематическая. Кроме того, гостей «Библионочи» ждали обзорные экскурсии по старинным изданиям из Фонда отдела редких книг, ретро-выставка, марок, письма из космоса, познавательные квесты и интерактивные игры. Площадка «Пояс астероидов» порадовала любителей предсказаний. Собственный астрологический прогноз каждому озвучивала астролог. Участники акции рисовали, лепили из пластилина, мастерили модели ракеты и самолетов, а еще участвовали в асимметричной гимнастике для мозга. Все желающие могли посетить арт-вернисаж «Побег в космос», книжную выставку, посвященную Юрию Гагарину и познавательные путешествия, связанные с символами России и Мордовии. Напомним, что акция «Библионочь» проводится в городах нашей страны под патронатом Министерства культуры Российской Федерации и портала культурного наследия и традиций российекультура.рф. Майские выходные с пользой для тела и духа жители Саранска смогут присоединиться к «Зарядке с чемпионом». Акция пройдет 6 мая во всех районах города. Подробнее об этом расскажут Ирина Семенова и Станислав Семин. Тренировка с профессиональным спортсменом доступна каждому. Акция «Зарядка с чемпионом» – массовое спортивное событие. Провести время с пользой для здоровья и набраться энергии смогут все, вне зависимости от своей физической подготовки. 6 мая в разных районах города простые и полезные упражнения. Жители Саранска будут выполнять под руководством олимпийской чемпионки Ольги Канискиной. Это мероприятие для всех желающих, всех, кто любит спорт и кто, возможно, впоследствии решит им заниматься. Данные мероприятия, я думаю, будут полезны для развития массового спорта, для развития физической культуры. Я думаю, что все пришедшие весело проведут время. Мордовия богата выдающимися спортсменами. «Зарядки с чемпионами» – не редкость. Ранее они уже проходили в разных форматах, как онлайн, так и очно. Опыт показал, присоединиться хотят многие. Особенно активны бывают дети. Все, кто приходили, все, когда уходили с таким, действительно, зарядом энергии, с таким позитивом, потому что такие мероприятия, они всегда проходят очень весело. На такие мероприятия всегда люди идут с удовольствием, их не нужно заставлять, и поэтому там собираются единомышленники. И бывает так, что просто прохожие присоединяются к этим мероприятиям и, как правило, приводят своих детей в секции. 6 мая в 11.00 «Зарядка с чемпионом» начнется в парке Пролетарского района. Затем в 12.00 любители здорового образа жизни будут ждать на стадионе «Саранск» в Ленинском районе. Ну а для жителей северо-восточной части города «Зарядка» пройдет в 13.00 в парке Победы. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Марина Василевская. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.